Вот, девчонки, день икс, короче, мы встали, у меня закипел мотор, и самое интересное, что я голодная, что я везу на перевязку племянницу, что я везу еще ребят на автобус в станицу, и вот, пожалуйста, закипел мотор, где-то я, видимо, приударила чуть-чуть внизу и вытекал весь антифриз. И еще мне тут начали помогать немножечко, чуть-чуть я обожглась, антифриз разбрызгался в разные стороны, я стояла, ну, где-то полметра от машины, а он разбрызгался, у меня теперь живот в красных пятнах. Короче, мы с детьми стоим, сейчас приедет брат, будем решать, сервис вон буквально 200 метров отсюда, ну, не двинуться, а тут еще пробка, как назло, просто нереальная, что мы, даже если воды залить и чуть-чуть проехать, короче, она в пробке в этой вскипит опять. Вот такие дела. Вот такое доброе утро, вот такой вот добрый день. В общем-то, доехали до сервиса фрегат, здесь рядом у нас в Александровке, нам сделали диагностику, все посмотрели. Короче, у меня один вентилятор, оказывается, не работал, представляете? Ну, причем он всегда работал, и вот он вот резко перестал работать, не пойму, что. В общем, нужно заменять вентилятор, нужно его заказывать. Так что сейчас едем домой, заказываем вентилятор, и потом поменяем все. У меня еще прикол, диагностика стоит 800 рублей, и у меня впритыка 800 рублей, вот как? Такое ощущение, что пространство знало, что это случится, оставило мне ровно 800 рублей наличными, чтобы я заплатила. И все, нули, нули в кошельке, кошмар. Вот это денек выдался у нас. В итоге моя племянница, я не знаю, успели ли они на перевязку, не успели, надо спросить. И поехали, вот это с сумками, бедные, в жаре, в пробках, кошмар. Брата с работы сорвала, просто ужас, вообще, короче, что-то какой-то день. Может, как-то звезды не так стоят? Все, сыночка, да, мой зайка. Вот он у меня терпеливый мальчик, да? Тебе такой сладкий. Все, поехали. Ой, девчонки, включаю камеру, и первое мое слово мне хотелось сказать, как же я устала. Потом ловлю все на слове, думаю, гля, у меня уже второй влог, и я там все устала, 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 блин. Вы уже задолбались, наверное, слушать это слово, что я устала. Поэтому сегодня, например, такой день я не устала. Я задолбалась. Ну, как бы нашим народным, да, вы меня поняли, словом только это называется. Потому что задолбалась, это слово какое-то такое мягкое, что ли, для того, что я сейчас чувствую. В общем, решила проверить машину, сейчас уже столько всего произошло, пока я приехала домой. Уже поубиралась, уже сына накормила, уложила, уже с подругой потрещала, с братом потрещала, с любимым потрещала, короче, со всеми поговорила, все выяснили там. Сейчас хочу проверить, все-таки досконально там свои вентиляторы. У меня тут система с машиной, поэтому надо проверить точно. Сейчас я вернусь, проверю и вернусь. Все, проверила, супер мастер-класс. Короче, вентилятор. Вентилятор надо менять. Или датчик к вентилятору. Ладно, пошла я мыть голову, наконец-таки. Потому что сегодня я столько дел собиралась делать. И, представляете, все вот в раз, я не помню, говорила или нет. Ну, короче, в раз все. Я столько дел и столько всего, и еды мало взяла, я голодная. Думала, на два часа вышла. И в итоге вот такое. Так что... Сегодня денек, ой-ой-ой. Пока малыш спит, пойду помогу ему. Блин, сегодня сын очень рано лег спать. Я даже не успела его всем нужным накормить. Не дала ему сегодня творожок. И овощи. Не успела поесть. Ребенок устал после сегодняшнего дня. Реально уснул он у меня полдевятого. Вечер. Ладно, пойду я тоже ремонтировать для вас видосик. Завтра должна приехать Лена. И я еще с вами остаюсь. И вас, давайте со мной. Спокой ночи. Купила вот такую штуку на пресосках. Такого это на стигуре она кто-то. Или львенок. Львенок, да. Теперь с удовольствием купается. Не скользит. Сользит. Можем долго купаться теперь. Да, сын? Ты мой сладкий сын. Такие шарики у нас тут. Аброчные все. Какой-то антискользящий коврик. Ни хрена не антискользящих. Я, блин, два раза поймала. Чуть под воду не ушел ребенок. Единственное, что воды я мало налила. И слава богу. Но все равно скользит. Может быть без пены нужно? Ну а как все равно шампунь? Ты пока моешь? Что-то каращурня какая-то. Детский антискользящий коврик, блин. Я на самом деле все никак не могу прийти в себя после поездки. Я какая-то уставшая. Ой, какой день. Простите, ну реально. Я вот эта поездка, она так и вымотала меня. Ну плюс еще простывшая, наверное, тоже это играет роль. Я вот, вот видео надо снимать. Я не успеваю. У меня обычно видео, знаете как? Допустим, у меня, ну к примеру, нет отснятых видео. Но на завтра у меня есть видео, которое выйдет. То есть я вот так делаю. То есть я как бы за завтра не переживаю, но я сегодня переживаю за послезавтра. И тогда я все успеваю. Если я, допустим, сегодня переживаю за послезавтра, я сегодня снимаю там одно-два видео, может, каких-то. Вот, и все. А сейчас получается я, ну у меня нет на завтра видео, да? Я его должна снять сегодня. Я сегодня снимаю на завтра. Его же монтирую, да? И получается завтра опять день. и вот, ну, как бы, тяжело сейчас, я сама себя догоняю, называется, в голове, вот, надо собраться, немного отдохнуть, и мне кажется, что, может быть, будет небольшой перерыв, большой попройду, да, небольшой перерывчик, может быть, в понедельник видео не будет, ну, посмотрим, я стараюсь, тут параллельно живу, этот же влог снимаю, может быть, он будет в понедельник, но не знаю, вот, я как бы вот так вот, и не хочу говорить, что я устала, это же вообще, вы же замучаетесь, вот, отсняла покупочки еще для вас сегодня, а, вот, кстати, попробовать, пойдемте попробуем, попробуем, мой зайка, а, я такая деловая, не сказала, что пробовать идем, это оливки, которые мне подруга, просто я сейчас снимала видео, покупки, подарки, и оливки она мне из Израиля привезла, я рассказывала, что я их не особо сильно люблю, но когда откуда-то что-то привезенное, то я всегда попробую, и вполне возможно, что они очень даже мне понравятся, и я сказала, что во влоге попробуем, так что сейчас открою, попробую, ну, они такие жирненькие в масле, угу, ну, вкус отличается, не знаю, мне доставляют удовольствие есть такие оливки, нежели с этого, с каких-нибудь салатов, в общем, спасибо, моя Любочка, за такой вкусный подарок, люблю тебя, еще я целый день сегодня хожу и думаю, по-любому нужна няня, по-любому нужен второй человек, причем не мужчина, потому что, ну, вот, например, мой муж, он не из тех, кто, ну, конечно, с ребенком много времени проводит, и с удовольствием, но он у меня, скорее, больше работает, и, конечно же, сильно устает, и не из тех мужчин, которые, думаю, будут сидеть целыми днями дома, пока мама пойдет, ну, дома с ребенком, пока мама пойдет делать что-то, тем более некоторые вещи он просто делать не может с ребенком, ну, как бы, когда приспичит, пожалуйста, но не очень комфортно это, да, какие-то вещи все-таки не мужские, и я считаю, что должна быть прям вторая женщина, вот вторая женщина, либо это мама моя, которая всегда должна быть рядом, либо это няня, которая всегда на подхвате, и вообще должен быть человек, который бы вот именно как женщина и по хозяйству был помощник мне, и готовить, и за ребенком смотреть, нужен такой человек вообще, и цель моя, это скорее поменять квартиру, сделать ее побольше, две комнаты, чтобы было, ну, это что касается в Ростове, да, когда мы уже будем с любимым вместе, мы уже, конечно, о доме будем думать, а не о квартире, вот, и чтобы я могла прям реально выспаться, отдохнуть и делать свои дела, если бы я не была ничем занята, то было бы совсем по-другому, вот, но у меня есть тоже дело и хобби, и как бы уже это на уровне того, что не просто хобби, да, уже это серьезная такая, серьезная деятельность моя, которая требует ответственности, внимания, вот, поэтому мне тяжело, я реально устаю, и что самое приятное, когда я была у мужа, после того, что мы провели время, все, он мне в конце сказал, что материнство — это очень тяжелый труд, и я, говорит, не понимаю, как ты справляешься со всем этим, да, это не говоря о том, что я еще занимаюсь делами параллельно, да, он говорит, это очень тяжело, я, говорит, просто вот, ну, вот за эти дни, да, вот, ребенок все равно, но физически устал, вот, и, ну, я, конечно же, вообще, ну, в общем, он оценил, оценил материнский труд, и я вообще хочу, чтобы даже мужчины, которые, не знаю, мне смотрят 10% мужчин, да, но мужья там, женщин своих, цените, цените мать ваших детей, и потому что реально с детьми очень тяжело, очень тяжело. Мне тоже как-то кто-то написал в директ сообщение, что, типа, с таким, как-то так написали даже материнство, такой вот, да, там вот, что-то материнство с большой буквы, ну, нелегкое это дело такое, и очень приятно, когда это ценят, очень приятно, когда помогают близкие, вот, и мои подруги, и моя мамочка любимая, это, конечно, очень дорогого стоит, и когда я вижу, что другие помогают, да, я вижу, что, может, кто-то это не оценит, да, как должное, но когда даже другой человек, да, например, моя там мама, бабушки помогают своим детям, я считаю, что это вообще очень круто, а когда муж твой любимый ценит вот это всё, это вообще замечательно. Короче, цель моя, вы поняли, да, вторая женщина в доме. Ну, естественно, она не должна быть супер-мега-красотка, просто женщина хорошая, ну, чтобы не увела мужа. Ну, вы поняли меня, никакой конкуренции. Да, и сына, ты тоже смеёшься, да? Дедёжи смеёшься, никакой конкуренции нам не надо. Красотка должна быть одна, я в семье, и мужчины, и братика тебе родинь. Ну, ладно, если девочка будет, она не конкурентка же, да? Она звёздочка будет наша. Вот, ну всё. Короче, будем отдыхать сейчас. Прямой эфир хочу провести. Буду жаловаться в прямом эфире. Ладно, шучу. Хочу тему обвести, хочу тему поднять Даны Борисовой. Недавно посмотрела видео о Даны Борисовой, и я была в шоке. Я была в шоке. Я не ожидала. Но у меня вместе с тем не было, вот пусть говорят, я смотрела там два выпуска, три там лишения родительских прав. У меня, честно говоря, не было в душе, знаете, вот как там про Шурыгину было, или про Нугаева видео. У меня, конечно, захватывали эмоции, я прям как так, как так, вот прям такое было внутри. А когда я смотрела на Дану, я не знаю, может быть, потому что просто не клеилось. То, что происходит, не клеилось с ней совершенно. И поэтому у меня не было никаких прям эмоций негатива к ней, что она какая-то плохая, неплохая. Я, честно говоря, несколько раз всплакнула, потому что тема эта наркомания для меня очень близка. В свои 18 лет у меня был опыт с человеком, который употреблял это всё, 18-19. И я видела тоже и родителей, и созависимых таких людей. Это очень тяжело. И отпечаток, и след в моей жизни я оставила такой серьёзный, знаете. И я, конечно же, когда вижу это и слышу, это очень больно, где-то внутри отзывается. Поэтому, ну вот я так всплакнула, и мне мать очень жалко, и я не понимала некоторых людей, которые нападали на мать. Мать тоже, конечно, там не суперидеально, там, да. Ну, в общем, в прямом эфире пойду всё это сейчас обговорю. Ну, в плане, ладно, всё скажу, а то же вы пропустите прямой эфир. Не суперидеально в том плане, мать, что то, что она рвёт, мечет, да, всё, трибуны, да, она молодец. Как бы по-другому как, по-другому никак из той ситуации, которую она рассказала. А вот единственное, что когда Дану показали уже, она там уже 14-й день была вот в этой клинике, и, ну, она спокойно рассказывает, а мама её прорвало, она не общалась только с дочкой, её прорвало, и она и то, и то, и то, и то, чего не нужно говорить, человеку как бы нужно спокойствие. И она, я в тебе верю, я в тебе верю. Ну, видно такая, как бы, поддержка от безысходности, надо сказать, чтобы как будто сказать, как бы, да, как бы поддерживаешь. Я думаю, ей это не нужно ничего, просто за ней нужно наблюдать, просто как-то молча поддерживать. Даже, да, она такая, мама, замолчи, спокойно ещё. Хотя я человек, который вообще не придёт к ней, и то, я думаю, блин, замолчи про себя, думаю. Она такая, что реально снимает сейчас? Да. Шуль. Вот это, мам, надо тоже показать, как ты готовишься. Цензуры. Куда смотри? Куда? Ну, вот она всё-таки, можно сказать, припёрлась. На ночь глядя. Что там у тебя произошло, рассказывает? Нет. Это секрет. Короче, я её дождалась, но на самом деле я не так, чтобы сидела и ждала. У меня тут, как всегда, делает. А она ещё пришла и ждала меня ещё, пока я отмонтирую видео. Отмонтирую. Отделаю. В общем, я его сделала, там вывод идёт. А сейчас мы будем пить чай с мёдом. Я уже пью. Ты уже давно пьёшь, да? А я ещё говорю, Ленчик придёт, мы, может, и венца откроем с ней. Ленчик уже пришёл. Венцовая. Так что, она, считай, не сегодня пришла, а завтра пришла. В общем, ладно. Завтра уже день будет делать. Будем веселиться. Всем доброе утро. Мы с Ленусик... Доброе утро. Ну, вообще, уже день. Мы с Ленусик вышли из дома. Мы сейчас гуляем с малышом. И что, мы хотим зайти в фикс-прайс. А вдруг за эти два дня там что-нибудь появилось? И вообще Ленусике понравились топики. Вот. Мы сфоткались, кстати, в инстаграме в жёлтом фотике. Топики. Ей очень понравилось. Она тоже хочет такие. Поэтому мы идём в фикс-прайс. По дороге в аптеку. По дороге в банк зайдём. В общем, гуляем. Так что оставайтесь с нами. Чё, будет приколюшная. Мы же включимся. После фикс-прайс. Смотрите, этот спасательный круг. На самом деле, неплохо надутый. Но он такой не очень... Не очень... Не очень... Мягкий такой. Не знаю, может быть, сдулся. Не, мы его, наверное, надули до конца. Или клапаны, интересно. Должен быть клапан, чтобы твёрдо было. Так, что мы нашли здесь? Ой, это вот, видимо, что-то новенькое. Привозили цифры, архимагнитики. Такой есть алфавит. Есть циферки. Чё ещё тут увидела? Вот какие-то игрушечки. Движущиеся. Они с такой помпочкой внутри. И, видимо, на неё нажимаешь и прыгает. Всё прыгает, всё скачет. Чё ещё там тут? Вообще, мы за топиками пришли. Сейчас, надеюсь, Ленюс, есть топики. И ты будешь счастлива. Зая, скажи, какое у вас. Ого, смотрите. Для детей всё круче и круче. Не так удобно, когда Лена с малым. И она тихонечко молчит. А я такая, снимай, снимай, снимай. А что это такое? Набор «Большая мельница для песка». Вообще классы. Нам ещё рано, правда. А вот какая-то игрушка на батарейках. Наверное, гавчит она. Гавчит. 99 рублей. Да вообще крутой, крутой. Ты хочешь убить меня, что ли? Так, что у нас тут из красоты пришло? А, вот они, коробочки эти. Смотри. Сейчас покажу. В общем, девчонки, вот они. Я смотрю, их совсем немного. Но это не такие, которые мы видели, да, с вами. Здесь вот картонная она сделана. Из достаточно плотного картона. Но вот это не очень, конечно. Где? Вот это вот такое вот шатается всё. В принципе, можно, знаете, как для разнообразия. Вот здесь, видите, уже порвалось. А эти запечатанные все. Но я другой видела, который раскрывается как-то ещё в бока. Блин, что-что. В экспрессе вечная жара. Лена, вот такие тебе кепки не нравятся? Не хочешь такую? Жёлтый топик и такая кепка. Ну, будешь носить. Чё ты? Ну, пора менять имидж. Не хочешь имидж мне? Так, топаны твои. Топаны. Нет топанов, я не вижу. Топаны. Вот они, вот они, вот они. На тебе жёлтый очень идёт. Бери жёлтенький. Серенький. Ой, не, мне этот серый не нравится. А я серый взяла себе. Но нужно очень маленький брать размер, потому что это... Вот розовый, клёвый. Да. Да, Блан, ты счастлива? Вот так вот всё рассматриваю. Да, 7-7 рублей, по-моему, стоит. 42-й твой. Самая ласковая. У-у-у, самая добрая. Лен. Лен. Ой, я не в фокусе. Такая красота, я не в фокусе. Лен, как там это? Как там этот говорил? Из мушкетёров. Чё-нибудь надо сказать. Лен. Скажи фразу из мушкетёров какую. Какую? Ну, резко скажите фразу мне. Из мушкетёров, мне. Вот. Давай, раз, два, три, я вспомнила. И, раз, два, три. Один за всех, и все за одного. Ай, ай, гардемарины. Это вообще другой фильм. Ладно. Вот таких бутылок, кстати, очень много. Мне они очень нравятся. Тут у меня розовая, я у неё наливаю кипячёную воду, воду малому, холодную. И сама я разбавляю чай, и всё, у меня розовенькая. Здесь много сейчас пришло в отделе, вот где, вот такой вот резиночки, шляпки тут рядом. Ну, это если на металлургической. Очень классно. А стоит 99 рублей. 99-то. Какие-то серые наволочки я нашла. Блин, тоже классные. От тех, кстати, лезет немного. Ой, блин, они разорят меня вообще, эти наволочки. Постоянно они здесь берут их, какие-то классные наволовки. Смотрите, вот такой цвет. Тоже неплохой, да? Коричневые наволовки. У меня серые больше всё, конечно. Но у меня пусть и серые останутся лучше. Вот я ищу ещё вот одна у меня наволовка розовая. Я такой ещё не нашла, второй. Хотела бы найти. Набор гибких досок разделочный. 99 рублей. А вот такую штуку видели? Для бокалов. Одеваются на вино и бокалы. Прикольно. Выбрала чего-нибудь? Ты чего, ничего не выбрала? Ты чего, мы за топиками пришли, ты ничего не выбрала? Почему? Да я устала там рыться и искать этот размер. То они какие-то покоцанные все. И что, ты ничего не нашла, что ли? Ну ты даёшь. Эти топики на весь золото, блин. Им уже и цену подняли. И их нигде не найдёшь, блин. Они тоже здесь на раз-на раз не приходятся. Ну вообще. Скажите, девчонки, бери, Лена, топик. Ну один, там есть роза. Да бери хотя бы один роза. Конечно. Она не понимает просто, чем это грозит ей. Вообще без топика останешься. Красивый цвет. Тебе как блондинке, она отличная будет. Сейчас многие на твоём месте думают, блин, я хочу такой топ. А она выпендривается. Вот если бы не я, без топика осталась. Она всё думает. Эля, что такое? Как будто машину покупает. Такой красивый цвет. Она приложит к лицу. Вау. Да, капризная. Мне нужно, чтобы всё идеально было. Не важно, хоть за 50 рублей, хоть за 1000. Правильно. Хоть за 5. Хороший подход. Настойщая женщина. Сто-рублёвые купюры. Это те последние 100 рублей, которые у тебя остались? Я поняла, почему ты так долго выбирала. У тебя последние 100 рублей. Да, у меня последние 100 рублей. Но там, правда, не было. Там был вот... Дарья ног, на самом деле, мне отдала деньги. У меня аналика нету. И не было ни хлеба, ничего с утра. Я говорю, дай денег. Она оставила себе 100 рублей, а я забыла. А у меня всё на карте. Ой, построили, наконец-таки, дорожку нормальную, кстати, сейчас. Помните, я прошлый раз рассказывала, вам тут всё было раздолбанно. Так, мы идём в пятёрочку теперь за едой малом. За едой малом, да. Вот, и у неё последние 100 рублей, короче, она на них купила топик. Вот такая. Ну, ты счастлива? Ты рада, что... Да. Или карман сейчас теперь жмёт? Не жмёт, а... Да не жмёт. Не жмёт, а другое. Ну, чё он делает, когда денег нет? Чё карман делает, когда денег нет? Я не знаю, чё он делает. Пустует? Ну, он как-то должен себя чувствовать. Да нормально всё. Да, вот же. Две бабы не могут с коляшкой справиться, а? Пошли мы, значит, по дороге дальше. Малой, оказывается, выкинул носок. Я соску ещё забыла, блин. А вот он, когда без соски, он капризничает, вот как всегда. И Лена пошла искать носок и пропала. А вон возвращается, интересно, с носком или нет. В фикс-прайсе прошлась, тоже не было. Ну, чё ж так... Может, он поднимет? Нет, я всё посмотрела. Нет, у нас га... Смотрите, как я одета. Вселено стаил. Я иногда вот так выхожу из дома, одев на себя что-нибудь. Называется... Как я, Лена, говорила, тебе называется это? Типа, погода изменилась, я оделась по одному, погода изменилась. И я, короче, такая, как бы... Начала что-то изображать. И получилось, что получилось. Посмотрите. Вот так всегда я выхожу гулять по магазинам. И о доме к улиткам, понимаете? Мы идём и поём песню. Давай. Глаза в глаза, ладонь в ладони, это... Я не буду петь. Давай, будешь там. Давай. Раз, два, три. Глаза в глаза... Ну, чё ты, не стесня. Я не буду петь. Давай, ладно, чё ты там такая... Давай. Глаза в глаза, ладонь в ладонь, и это навечно... Ладно, давай я спою. Давай. Ну, она идёт, напевает сзади, а я такая иду. Глаза в глаза, ладонь в ладонь, и это навечно... Помогай мне. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами пропасть, как поёт Лена, и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Ну, хоть пританцовай. Вот так я своих подруг мучаю. Лен, мне кажется, ты что-то хочешь сказать о материнстве. Как ты думаешь? Мне кажется, всё написано на моём лице. Она устала, бедная, не, но она хорошо помогла и пакет, и сумки, побежала, носок потеряла, побежала искать. Потом, я выхожу с банка, смотрю, а он на руках. Я говорю, что случилось? Он сейчас хотел плакать, бегом на руки его. Потом шла и несла его, я уже вижу, он у неё спадает с рук. Я говорю, давай возьму. Короче, она всё, такая уже варёная идёт. Хочешь детей? Ну, конечно. Видите, дети, несмотря на все сложности, всё равно остаются цветочками наши. Мы наконец-таки дошли, сделали поляну. В Инстаграм, конечно же, всё зачекинем. Мы взяли две филадельфии, два румяных, и вот это в подарок дали нам с красным рисом. Вообще, что-то необычное, прям так вот попробовать. Ну и сладкие мои любимые, фрукс ролл. Сейчас будем кушать голодные, как собачки. Вот что она будет делать? Ладно, мы прощаемся с Ленусик. У нас сегодня был огромный вообще такой большой день, и мы потом пришли и поели, потом всё поубирали. Ленусик мне помогла. Спасибо, моя дочка. И благодаря ей сходила, купила и продуктов всего. У меня теперь в доме хоть есть что пожрать, и мне, и малому. Так что, так как машина сломалась, и пока что не выездная. А, и ещё её любимый, там с кем-то договорился, и мы пойдём покажем её, может, ну как бы через знакомых, чтобы там лишнего ничего не сказали, скажут, что может там ничего страшного. Так что держим кулачки, чтобы всё было хорошо. Вот, всё, Ленусичка, спасибо тебе, дорогая. Красотка. Ой, какая же красивая девочка. Всё, давай, хорошо, доехай. Приедешь, позвоним. Ага, всё. Ну, тебя не отпустим так просто. Всё, давай. Устала. А, короче, я заканчиваю на сегодня влог, потому что малыш уже спит мой. Я буду монтировать. Я буду монтировать. Может, дверь не может закрыть, калитку. Вот, я буду монтировать и уже ложиться спать, потому что я не высыпаюсь, какой день, надо выспаться. Поэтому с вами прощаюсь, люблю вас, целую. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok